Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Далматова. В этом выпуске я расскажу о книге Антона Понизовского «Принц инкогнито». Антон Понизовский – современный российский писатель, родился в 1969 году в Москве, окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Его дебютный роман «Обращение вслух» стал не только бестселлером, но и самой обсуждаемой книгой 2013 года. Был номинирован на премию «Нос» и «Национальный бестселлер», вошел в шорт-листы премий «Большая книга» и «Книга года», а также в список 100 лучших романов 21 века по версии журнала «Афиша». Для своего дебютного романа Антон Понизовский записал около полусотни интервью исповедей, которые дают обширную панораму российской жизни, начиная с 1940-х годов и заканчивая нашими днями. Новый роман Антона Понизовского «Принц инкогнито» – это романтические приключения в духе графа Монте-Кристо или «Железной маски». Пятясь, Джован отступил от подъезда и запрокинул голову. Длинная пятиэтажка из силикатного кирпича вся в копченых потеках. В окне наверху передвинулось что-то белое. Стекла отсвечивали, отражая бесцветное небо. Джован не мог разглядеть, успела одеться или завернулась в простыню, в полотенце. Наугад поднял руку, кажется, помахала в ответ. Ну и хватит с нее. С ними надо держать себя твердо. Джован повернулся и, больше не оборачиваясь, пошел через колдобины, стараясь не наступить в глину щегольскими лакированными ботинками. Если женщина смотрела Джовану след, она, несомненно, смотрела, то видела элегантно приталенное твидовое пальто, расправленные плечи, прямую спину человека, привыкшего побеждать. Главным правилом для Джованна было держать спину прямо. Да и в целом, держать себя. Его ровесники обрюзгли, расплылись, а он сохранил фигуру 20-летнего юноши. И, здесь можно было мысленно подмигнуть, не только фигуру. Все тело сладко соднило и будто жужжало внутри, как остывающий двигатель. Несмотря на бессонную ночь, две почти бессонные ночи, Джован отнюдь не чувствовал себя помятым. Был, как всегда, чисто выбрит, надушен одеколоном, опрятно одет, причесан. Ни намека на лысину, лишь виски начинали сидеть. И это только красило. Джован не любил головные уборы, шляпы, фуражки, береты, не говоря о бейсболках и кепках. Даже в мороз редко надевал перчатки. Избегал сумок, портфелей, часов, всего, что могло ограничивать, окружать, стеснять, привязывать. Любил легкость. Изящную легкость. В одном кармане брюк портмоне, не слишком, признаться, тугое. В другом телефон, отключенный уже двое суток. И это сейчас был единственный груз, тянувший к земле. Джован почти ощущал, как набрягли внутри телефона пропущенные звонки. Представлял себе, как нажмет зеленую кнопку, и с пиликаньем начнут выскакивать сообщения. Может взять, да и вышвырнуть телефон прямо вот в эту лужу. А жене сказать потерял. Лужи густые, оливково-бурые. Канавы, вровшие землю, угрюмые пятиэтажки. Ржавые гаражи, трубы с клочьями стекловаты. Охлостья дыма над вяло курящейся свалкой. Объясните, как люди способны во всем этом существовать. За 16 лет, что Джован здесь прожил, не мог окончательно претерпеться. Полгода потемки. Вода невкусная, пресная. Воздух тоже невкусный. А ну их, пускай живут, как знают. Сейчас ничто не могло омрачать Джовану размягченность, ублаготворенность. Пахло солоноватым дымом, жгли листья. Дворы были пусты. Только ветер болтал дырявые пластиковые бутылки с остатками птичьей крупы. Четвертый час дня. А у Джовану утро. Все на работе, а он свободен. По утреннему мужскому обычаю свободу можно было немного продлить. Для этого требовался, во-первых, хороший кофе, а во-вторых, периодика. На витрине киоска среди зажигалок, заколок, наклеек, фломастеров и огородной рассады бросилась в глаза выпуклая багровая с золотой надписью «Принц крови», а на журнальной обложке парадный, отретушеванный портрет, забавно напоминающий самого Джовану, с таким же твердо очерченным подбородком, с такой же ранней породистой сединой. Разве что чуть постарше? Лет может быть 45-47. Мундир в золотых орденах, звездах, лента через плечо, тяжелая цепь с подковой. Кажется, это называлось Орден Золотого Руна. Не юный принц явно уступал Джовану в аристократизме. Мундир не спасал. Простовато, мужиковато смотрелся принц. Нагнувшись к окошечку, Джован с присущей ему церемонной, подчеркнутой учтивой манере, осведомился, сколько стоит журнал. Сколько, сколько? Вау-ку! С ума посходили. Вообще, если вдуматься, нелепо смотрелся 45-летний мужчина в роли наследнего принца. Можно было представить, с каким трудом ему подыскивали символические занятия. Какие-нибудь регаты, скачки, благотворительность. День за днем, год за годом. Вот уже седина, а коронации все нет и нет. И главное, если точно следовать ритуалу, нужна была свежая газета и только газета. Начинать утро, листая иллюстрированный журнал, то же, что портить кофе фруктовым сиропом. Вот, например, лампедуза, цунами беженцев. Или еще злободневнее. Шок, шок, шок. Пожар в сумасшедшем доме. Фотография во всю первую полосу. Обугленные, словно гофрированные бревна. Спина пожарного в современной, хотя мешковатой, как будто не по размеру экипировки. Спина выражала недоумение. А чего тушить-то уже? Все сгорело. Дживану по некоторым причинам жгуче интересовал пожар в психбольнице. Руки чесались развернуть газету, сейчас же, не отходя от киоска. Но Дживан поборол искушение. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Первый раз взялась за этого автора. Текст романа стилистически безупречен. Веришь и образованному армянину, и наивному матросу, и испанскому королю. Язык то острый, язвителен, то вял и путан. И, как всегда в добротных русских романах, за бытовой драмой проступает духовная трагедия. Книжка местами угнетает, местами озадачивает. Но это та качественная литература, которую можно не любить, но прочесть стоит. Сложная, красивая и трогательная книжка. Признак хорошей литературы, когда автор находит слова, чтобы сказать о том, что сам чувствуешь и знаешь, но выразить не можешь. Про предсонные фантазии о величии, успехе и славе, о том, чтобы все мертвые были живыми, все поссорившиеся мирными и чтобы нас любили. И о том, каково с этими фантазиями жить в реальности. Прочитал с большим удовольствием, таких книг сейчас мало. Антон Понизовский дебютировал в литературе не так давно, всего-то 8 лет назад. И сразу стал одним из авторов, вошедших в шорт-лист премии «Большая книга». «Принц инкогнито», его свежий роман, еще один эксперимент русской прозы с разграничением реальности и реальности на бумаге. Сам Понизовский утверждает, что ради написания «Принца инкогнито» ему не только пришлось пообщаться с десятками врачей и филологов, но и саму поработать с санитаром в психо-хиатрической больнице. Неожиданное, весьма причудливое соединение мечты и реальности – вот что можно найти в этой книге. «Утро аристократа должно идти по порядку. Балежно расположиться за столиком, не спеша развернуть. Где кофе?» У подъездов на лавках и на отдельных вынесенных из дома стульях выседали закутанные старухи. Они казались Дживану неотъемлемыми друг от друга, будто одна и та же старуха с пустым дубленным лицом сидела и тут, и вон подаль. Только немного варьировался фасон чуни и цвет пуховика – темно-коричневый, темно-синий. Ветер трепал белье, натянутое между Т-образными ржавыми трубами. Хлопал полуоторванный рубероид. Над ровьяными сараями качались чайки. Дживан засунул руки в карман, ускорил шаг. Полы длинного твидового пальто заворачивались то влево, то вправо. Мелькнула порванная подкладка. В Степанокарте или в Ереване немыслимо было представить, что взрослый женатый мужчина вышел из дома в дранье. У жены глаз, что ли, нет? Рук нет? За мужем не может следить? Позор! Впрочем, сейчас после двух бурных ночей Дживан чувствовал себя мягким, водушевленным и даже в мыслях не хотел упрекать Джулию. Она не виновата. И он тоже не виноват. Просто жизнь так сложилась. Да, жизнь так сложилась. Первые детские воспоминания – необозримая каменная громада трехэтажного дома с внутренним двором, с общим круговым балконом. Лето, жара, вкусный запах горячей смолы, битума, кира, черные лопающиеся пузыри в чане. Кирщики ломами откалывали прошлогодний асфальт и сбрасывали с крыши вниз. Лучший город в мире – прежний Баку. Лучший двор в мире и лучшие в мире соседи. В любую квартиру, кроме квартиры дяди Валида, можно ворваться без предупреждения и без стука. Наоборот, это такая игра – застать хозяев расплох. Везде Дживанчику будут рады. Напоят, накормят. Тетя Нана только что испеченными пухлыми шорт-голголами. Тетя Люси, жена дяди Исака, борщом. Тетя Алмаз разрежет на блюдечки солнечный помидор. На глянцевой, лоснящейся шкуре яркие капли, чуть мутноватые, меловые. Крупинки соли, светлый блик на тарелке, вложбинки влага, как сладкий пот. Разреженный помидор искрится на солнце. В набухших озерцах сока слепящиеся золотые протуберанцы. Мир так переполнен любовью, что можно было нарочно помедлить, прежде чем погрузиться зубами, губами, щеками, носом в сочную остроту, мягкость, соленость, сладость. Двор, как и сотни других бакинских дворов, рассыпался. Дядя Артур с тетей Яной уехали в Белоруссию. Дядя Исаак с тетей Люси в Израиль. Но самым первым решением принял отец Дживана. Не успели они перебраться к родственникам в Карабах, как к отцу, известному невропатологу. Предложили работу в Степанакарской больнице и в медучилище. Когда случилось землетрясение в Спитаке, он полетел на вертолете с медицинской бригадой и не вернулся. Были так называемые автошоки, остаточные толчки. Тело не обнаружили, сообщили, что Гранд-Люсинян пропал без вести. Мама перенесла тяжелейший инсульт. Это время в Армении называется «Темные годы». Но для Дживана сквозь холод и темноту всегда просвечивалось золотое и алое. Конечно, присутствовал необыкновенный юношеский эгоизм, жизнелюбие, психологическая защита. Но еще твердая убежденность в том, что он избранный. Он получал обещанные. К тому же теперь сын героя. Без репетиторов поступил в Ереванский мединститут. Отца многие помнили, в том числе декан. Когда все зубрили до умопомрачения, накачивались кофе, в зачетках бледнели, потели, Дживан приходил выспавшимся с прямой спиной, отвечал уверенно и легко. И после краткого колебания преподаватель ставил ведомость «плюс». Летом после второго курса, когда уже начались бомбежки и объявили мобилизацию, Дживан хотел остаться в Степанокарте, а маму наоборот – эвакуировать в Ереван. Но мама категорически настояла, чтобы все шло по-прежнему. За ней ухаживали родственники. Дживан поступил и должен доучиться. Война никуда не денется. Автомат – это тоже профессия. Дживан принесет гораздо больше пользы врачом. А обстрелы – подумаешь. Хечу инч. Мы с тетей Асмик между бомбежками Санта-Барбару смотрим. Однажды на четвертом курсе, когда Дживан в своей комнате, обложившись учебниками, готовился к общей психопатологии, его вызвали к телефону. Причался в Степанокарт. Говорили, что успел чудом, что счет идет на часы. Прогноз не оправдался. Весной мамино состояние постепенно стабилизировалось. Частично вернулась речь. В то же время было подписано перемирие. Вместо полиэтиленовых пакетов в окнах опять вставили стекла. Дживан взял академический отпуск. Пришлось искать работы. Работы не было. И даже в таких обстоятельствах Дживан держал спину прямо. Его гордость была неболезненной, ненатужной. Он точно знал, что впереди его ждет золотое, невыразимое, уготовленное ему одно. Окружающие это чувствовали, особенно девушки. Хорош с собой. Вернулся из Еревана. Без пяти минут врач. Хотя и не воевал, но тоже кое-что пережил. Отец погиб, заботился о больной матери. Девушки так его видели. Не мог же он им запретить. Правда, в провинции было гораздо сложнее развивать отношения, чем в столице. Здесь, в Степанокарте, от ухажера требовалась определенность. 1908 год. Русская эскадра у берегов Сицилии. Мессинское землетрясение. Тайная коронация. И на следующей странице история психбольницы из современной российской глубинки. Кто-то из пациентов устраивает поджог за поджогом, а медбрат выступает в роли детектива. Сталкивая две сюжетные линии, две эпохи, два стиля и в то же время две реальности, автор и сам становится пироманом. Готовит взрывную смесь для своего читателя из герметичного детектива, бытовых сцен, морских приключений, исповедальной прозы и сказки. Найти роман «Принц инкогнито» вы сможете в центре чтения Дворца книги. А если вы уже знакомы с этим произведением, делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин